друзья всем привет вчера я оказался в городе отрау это нефтяная столица казахстана здесь в этом регионе очень много добывают нефть и газа и всего такого и вот сейчас по всей видимости я где-то проезжаю уже по центральной части по берегу протекает одна река большая вот она по-моему как раз таки есть эта река ну и судя по всему она потом в каспий впадает в принципе здесь как бы тоже есть не здание такие большие и вчера я заезжал видимо с какого-то не знаю района такого может быть промышленного но в принципе здесь вот как бы вот в этой части города тоже вот такие вот дороги так себе и оказывается здесь из-за того что почва такая солью солончак поэтому здесь но не растут многие деревья большие и видимо вот здесь в центральной части какая-то либо другая земля либо еще как-то их вырастили но в принципе есть вот карагачи но они такие невысокие я думаю из-за ветра они не могут большие вырасти а вот там где я заезжал там вообще как бы не тротуар вот и здесь как бы уже и тротуары появились и пешеходные всякие разные зоны и зелень и уже всякие разные бары и рестораны а раньше ребята которые здесь решили они говорят здесь вообще раньше ничего не было их вот и того что люди даже мусор бросали из окон очень грязно здесь было и никакой не было никакого порядка не было в городе и поэтому у нас тасмагомбетов был аким в алматы раньше его сюда поставили он такой хозяйственный и он здесь вроде как порядок навел в этом регионе очень много камеры и в том числе некоторые камеры следят как раз за теми людьми которые там плюют или мусор бросают и сейчас у нас штрафы тоже ужесточили то есть если кто-то мусор бросил и но это заметили то будет штраф я считаю что это конечно же правильно ну и сразу на улицах как бы чисто станет еще вот бы они с пылью бы научились бы бороться чтобы машины грязные с колесами не заезжали в город было бы вообще классно так в принципе наверно город даже может быть чем-то похож на алмату ну может быть вот на какие-то окраины алматы здесь по моему дожди недавно были и вот очень много луж и как бы эти лужи они не просачиваются не уходят под землю видимо из-за того что здесь клинистая такая почва убирают и вчера я по трассе ездил приехал тоже очень много людей прям с мешками с большими мешками ходили собирали прям по трассе там большие такие промежутки и они вот с мешками прям такая дешелая работа там они мешки тяжелые таскали убирали молодцы стараются содержать в чистоте город это конечно очень важно очень сильный ветер здесь и еще по трассе тоже синоптики спрогнозировали я смотрел погоду в западном казахстане там-то 20 до 30 метров в секунду ветер будет якобы сегодня но вообще вот в эти ближайшие дни поэтому мне бы как-нибудь побыстрее доехать до юга вот куда-нибудь туда в сторону туркестана чем кем-то из ларды на вот видно прям ветер пыль поднимает там уже попроще будет здесь рядом интерсекция контроль камера здесь рядом вообще практически ничего нет вот так как-то бы самый ближайший город но он мне не совсем по пути туда нужно заезжать и потом обратно возвращаться скорее всего я туда не поеду закончился город атерау друзья как начался собственно так и закончился проехал его насквозь никаких пробок не было никаких таких супер мега препятствий не было и девочки на ресепшен не сказали что вроде бы и трасса даже хорошая но посмотрим посмотрим вот видите вот здесь дорогу я не знаю может быть они и конечно тоже на клине построили но вот справа то есть у них на обочине насыпано такое короче говоря типа пгс песчанно-гравинная смесь и ну как бы не клина то есть если туда машина выйдет она но там какой не будет грязь месить и соответственно не застрянет плюс ко всему здесь еще освещение конечно сомневаюсь что по всей трассе прям будет освещение имеет место быть дорога здесь вот такая вот периодически такие вот трещины собственно и но они залиты там видимо битумом или еще чем-то достаточно много машин то есть дорога загружена и я не знаю почему они как бы не расширяют почему здесь не строят еще больше дорогу еще новую дорогу почему не строят я понимаю что как бы казахстан большая страна тяжело все вот это вот все эти расстояния покрытие летали но это как бы рис нефтеносный регион то есть это самые вот основные деньги здесь находятся и вот здесь вот дорога уходит на узбекистан то есть сюда поехать потому что якобы попасть в узбекистан но там пишут по отзывам что там такой вообще отвратительный пункт пропуска чуть ли там не 10 20 машина не всего лишь пропускаются сутки очень медленно очень этот но коррупционный коридор короче и поэтому я туда не полезу и у меня теперь в общем битва совещание моих навигаторов битва разума короче говоря от тугис хочет чтобы я поехал через октобе вот так вот так после границы с россией и выехал туда короче говоря по всей видимости куда-то наверное с другой стороны как-то приехал а google хочет чтобы я поехал максимально по короткому маршруту по такому но он этот маршрут может быть плохой дорогой поэтому я сейчас вот здесь где-то на перекрестке на развилке остановлюсь и поинтересуюсь может быть либо у дорожных полицейских либо просто на заправке там либо у местных жителей потому что сейчас меня остановили полицейские просто так на дороге я говорю ребята чё вы меня остановили они гтани и нет тут типа этот будьте осторожны мы вас просто хотим предупредить что возможно дорога скользкая будет сильно ветер дует мы просто предупреждаем всех я-то понимаю что они мне хотели остановить понюхать пил я вчера или нет и вот передо мной едет машина toyota siena наверно да вот они здесь любят на багажниках вот так вот все возить какие-то свои вещи с успехскими номерами машины возят местные возят всякие решетки и вот это вот может очень опасным быть на самом деле поэтому всегда по возможности либо дистанцию держите либо всегда обгонять такие машины такие машины и машины с прицепами потому что вот на таких дорогах плохих прицепов у них ходовая часть не такая прочная как у машины и там могут либо сами прицепы отцепляться либо у них могут отваливаться там колеса ходовая часть и так далее вообще трасса это конечно не место для игр после вот этого вот поворота на узбекистан началась вот здесь такая приличная дорога с остановками вот с этими смотровыми ямами это вот как мы с вами ехали примерно они похожи по одному стандарту все построены видимо и полотно хорошее прям в принципе можно ехать хорошо и вот единственный мне вопрос google пишет что дорога вот туда закрыта направо и туки с меня тоже хочет чтобы я в октябре поехал и его через хромтау вот где-то видимо вот здесь чтобы я повернул направо там еще платная дорога есть вот здесь я проехал по моему вот здесь мы проехали в россию и ну я думаю здесь небольшое расстояние может быть километров 300 будет если даже там из них какой-то участок может 100 километров не очень хороший то ну я думаю что в принципе это лучше чем объезжать там почти 400 километров или сколько не знаю сколько но вот здесь мне говорили тоже вот те хромтау здесь мне тоже говорили что дорога не хорошая я видел в принципе даже как она выглядит поэтому по сути я думаю я сейчас вот здесь вот на этом повороте кандагаш я там поинтересуюсь если как бы дорога открыта и если там но не совсем все плохо но я лучше туда поеду и как раз вам все покажу больше хайландер как у меня на транзитных номерах видимо везут откуда-то с грузии или еще откуда-то наверно в алмату ну или может быть в астану там такие машины любят здесь в этих регионах ну такие машины редко покупают здесь если у человека есть деньги то он наверно ландкрузер себе купит а там именно в алмате у нас такие машины любят потому что это больше семейный такой автомобиль семиместный ну собственно вот так он выглядит сзади только это чуть-чуть другой цвет у него там багажник есть но и мой хайландер он повыше и колеса другие то есть он со стороны чуть по-другому за счет этого выглядит этот более такой прижатый типа как такая легковушка наверное какая-то какой-то такой кроссовер а у меня больше как джип здесь прям очень хорошая дорога вот из ну актобе грубо говоря от ирау и вот я сейчас буду пересекать границу скорее всего актобе это наверное восточный регион то есть я уже не буду на западе и это уже будет более восточная часть казахстана конечно казахстан очень большая страна что и говорить по сравнению там с какой нибудь славенией которую мы за один день про полностью просто все от корки до корки проезжали и попробуйте вот так вот проехать казахстан тут только и вон из октября до отырау один день грубо говоря ехать и если допустим заехать в отырау и доехать там до каких-то северных частей или там допустим до алматы то там неделю можно по сути ехать если не спеша если там куда-то заезжать достопримечательностей ну и конечно же нужно отметить что очень тяжело с нашим населением с количеством нашего населения покрыть такую большую страну дорогами потому что это тоже большую роль играет сколько какая площадь у страны и сколько людей там живет сколько живет людей грубо говоря на квадратный километр и сколько платится налогов и так далее то есть это естественно играет роль вот здесь я проезжаю очень много трасс всяких разных где нефть качают где газ качают и все что связано с этим но ландшафты конечно же стеснете из-за того что большой ветер из-за того что в почве много соли из-за того что не плодородная почва нет ни дровы ни деревьев и даже верблюды здесь не ходят не пасутся видимо потому что далеко от населенных пунктов или ну я не знаю почему но если смотреть вообще по сторонам то вот сколько взора хватает столько здесь степь я думаю это какое-то но скорее всего какого-то водоема раньше здесь был видимо большой какой-то водоем и судя по всему это как бы все было затоплено то есть здесь вода была грубо говоря я почему-то так думаю ну когда-то давно совсем давно может несколько миллионов или там несколько сотен миллионов лет назад вот я уже скоро подъеду буквально наверное километров 30 осталось до вот этого города Камбугаш и собственно если бы я ехал бы по другой дороге вот как все ездят через АКТБ ну многие любят этот маршрут я не знаю почему и там КПП Озенки многие-многие люди и вот когда вот эта мобилизация была там тоже были большие очереди все видимо туда поехали все хотели там пройти и сейчас как бы я вот как раз таки вот к этому перекрестку подъеду я вообще нисколько не жалею что поехал по Казахстану потому что здесь короче здесь относительно хорошие дороги здесь ну как бы уже все просто понятно здесь работают наши карты здесь чуть меньше стоит доплива чем в России кстати вот это вот лошади это они сделаны из картона еще бывают такие коровы и в Турции делают полицейские такие то есть они ставят полицейскую машину и полицейского здесь они именно показывают таким образом что может лошадь быть ну если лошадь столкнется с машиной даже водитель может пострадать ну те люди которые находятся в машине могут пострадать потому что лошадь как бы тяжелая и когда машина едет с большой скоростью то есть в момент столкновения там ну ничего приятного никому вообще естественно не лошади никому потому что это как бы как ну грубо говоря как какая-то такая стена препятствия вот туалеты добро пожаловать так куда я приехал какой-то аул туалеты видимо вот такие вот бетонные остановки тоже бетонные видно что недавно все построили ну и как бы да все вот это строится на клине я вчера спрашивал у друга который строительством дорог занимается я говорю можно на клине строить он говорит ну вообще нельзя но вот эти тысячи километров дорог сотни которые здесь если их строить как положено то как бы ну никаких денег не хватит потому что если делать основание из не сжимаемого грунта если делать все как положено конечно эта дорога будет стоить может 10-20 раз больше они как бы и так построили уже и на этом спасибо уже и то хорошо а если бы они строили бы как положено то сколько бы строили и вообще построили бы или нет неизвестно но хотя бы так в целом дорога хорошая по ширине в принципе нормальная можно ехать из-за того что здесь нет никого она как бы в основном часть степени своя пустая и ну нормально можно проехать из Актьюбе в Атерау можно за полдня вообще спокойно не напрягаясь проехать но я не хочу туда заезжать делать крюк опять в сторону России я все-таки хочу уже двигаться в сторону Алматы пусть, ладно, буду ночью допустим ехать или там еще как-то или где-то на трассе в каких-то вот таких вот остановках остановочных комплексах ночевать может быть не в гостинице но уже продвигаться потому что там в Актьюбе тоже не особо большой выбор гостиниц и из-за того что как бы все туда едут все хотят остановиться в транзитные города они могут там какая-то обычная гостиница они могут там за не 100-150 долларов просить как 5-звездочная гостиница где-нибудь в Турции да, хотя там будет обычные просто 3 звезды и может быть даже стоянка будет без охраны поэтому особо смысла никакого нет друзья, до Актьюбе 340 километров а вот до вот этого поворота где находится Кандагаш 230 то есть 100 километров разница 100 километров туда и 100 километров назад 200 километров придется проехать лишнее если я допустим решу поехать в Актьюбе но естественно я этого делать не буду и в принципе нормально еду я думаю через пару часов ближе к вечеру я буду вот в этом Кандагаш а потом может где-нибудь Шалкар или еще где-нибудь короче говоря найду там по трассе место и ужасно ночую вот здесь мы ехали вот этот поворот мы проезжали с вами и прямо проехали туда вот здесь где-то заправки должны были должны быть я помню и где-то вот здесь мы так где-то вот здесь мы спали в районе Айтикиби по-моему я не ошибаюсь или даже еще раньше где-то вот здесь может быть короче еду пока едется дорога легкая в принципе машина помогает если бы еще работал бы интернет было бы вообще супер я бы мог бы заниматься какими-то своими делами что-то слушать полезное но наслаждаюсь степью степными просторами в этом тоже есть своя прелесть я решил остановиться осмотреть свой автомобиль мне так не хватало этих ям в Европе и вообще в Киеве чтобы менять масло чтобы смотреть вообще что у меня происходит здесь снизу ну на первый взгляд вроде бы все в порядке только ветер просто какой-то невероятной силы конечно не удивительно что здесь ничего не растет резина равномерно и сношивается в общем никаких отклонений у автомобиля нет все в порядке почти 30 тысяч километров я проехал верный мой конь доехал до города или не знаю город это или не город Кандгаш Кандгаш а если быть правильным Хандгаш короче доехал я до этого города и что-то мне подсказывает что нет здесь отелей зато есть пиво на разлив вот мне топливо сейчас залить потому что у меня топливо осталось на ну сколько ну в общем на 60 километров всего лишь я прям в притирочку сюда приехал нужно отметить там конечно были заправки но но по всей видимости это один из самых таких крупных здесь городов и там вот я даже вижу многоэтажки но что-то мне подсказывает что здесь нет отелей ну если они даже и есть то они наверное какие-то не такие которые мне нужны да и в любом случае вроде бы еще пока не не темно сейчас я посмотрю конечно если ничего не попадется я поеду дальше потому что вроде бы усталость у меня еще пока не сильная и ну потихонечку поеду сейчас самое главное уточнить открыто ли там дорога потому что альтернативная дорога там ну 8 на 9 часов почти что больше через через октябрь ну и вот так вот собственно здесь живут люди что сказать вот месяц грязь я не знаю вот бывает же такое что там остатки каких-то камней от стройки или еще что-то ну можно же как-то это насыпать там я не знаю где-то взять как-то чтобы вот ну не ездить по вот этой грязи для меня допустим вот это вот прям критично когда вот это вот грязь и я прям вот это вот сильно не люблю дело конечно такое ощущение что трасса меня хочет прям уже вывести отсюда здесь вроде бы есть вот такая заправка сейчас еще чуть-чуть поеду и все вроде бы там заканчивается блин ну основная магистраль неужели нет нормальной заправки а вон синойл вижу сейчас на заправке я поинтересовался как лучше проехать и мне заправщик сказал лучше ехать через октябрь потому что вот здесь около 300 километров до трассы по которой я ехал и он говорит вся дорога убитая но чтобы ехать через октябрь нужно сделать примерно крюк 300-400 километров и там возле хромтау тоже будет убитая дорога поэтому я сейчас поеду потихонечку посмотрю какая будет дорога если она будет ну в принципе какая-нибудь вот типа такая то я думаю можно поехать потихонечку и в принципе вот так вот если ехать 60 километров в час то я думаю можно проехать нормально 300 километров часов за пять можно проехать возможно по пути где-то остановлюсь и посплю отдохну ну да походу здесь никто не ездит очень сильный ветер просто какой-то невероятной силой ветер даже на улице холодно стоять он еще такой пронизывающий остановиться бы у кого-нибудь спросить как лучше это все сделать сейчас поговорил с местным он сказал что примерно вот такая будет дорога около 200 километров наверное может быть чуть меньше или больше ну сейчас мы с вами собственно узнаем потому что иначе мне пришлось бы возвращаться в октубе и потом ехать вот сюда вообще вот это моя трасса вот желтенькая основная по ней я ну как бы мне на нее нужно выпрыгнуть и по ней ехать она самая такая нормальная здесь и самая оптимальная ну короче говоря вот чтобы до октубе доехать и потом туда здесь около 350-400 километров получится крюк естественно я не хочу сейчас эти крюки писать но он говорит не спеша не торопясь можно ехать на джипе можно проехать будет говорит и грейдер попадаться и все такое ну в общем сейчас мы с вами узнаем он говорит здесь нет инфраструктуры толком никакой то здесь практически никто не ездит вот с Кандыгаши я поехал на юг в сторону Казаларды то есть я не стал возвращаться в октябре чтобы не объезжать это все потому что от октябре вот здесь вот такой кусочек дороги там тоже есть не очень не очень хорошее и по сути оно как бы то на то и выходит но он говорит легковые машины как бы ну на легковых машинах вообще тяжело ехать поэтому они как бы объезжают а на джипе на высокой машине ну в принципе потихонечку можно ну я вот вижу что они быстро едут самое главное что пыли нет острых ям нет и в принципе потихонечку можно ехать нелегко наверное будет ну видимо сейчас посмотрим сейчас посмотрим в принципе всегда можно будет остановиться где-то на заправке или еще где-то немного отдохнуть и потом дальше поехать конечно не получится да здесь разогнаться по 200 как они любят носиться но ничего страшного вот такие тоже ямки бывают но я привык я знаю такие дороги я ездил в свое время по таким дорогам мы ездили на Копчегай купаться и ничего страшного я знаю что такие дороги в принципе бывают существуют и как по ним ездить тоже знаю поэтому ничего страшного мы там когда границу перешли возле Атарау ну не доезжая Атарау между Атарау и Астрахани вообще по полям ездили поэтому нормально ехать можно не так быстро как хотелось бы но можно ехать да попадаются большие ямы конечно поэтому на легковой машине можно колесо пробить запросто особенно если еще низкопрофильная резина то вообще 6 секунд можно колесо пробить такая дорога она более какая-то такая ритмичная приходится концентрироваться какие-то действия принимать думать а вот когда по ровной трассе едешь просто по прямой ну понятно что там на круизе там машина рулит сама тормозит сама разгоняется там такое ощущение что она как бы более нудно проходит а здесь нормально у нас в Алматинской области есть такие дороги в сторону Балхаша куда-нибудь там вообще ничего страшного я привык к таким дорогам ну как бы не привык но я знаю знаю как что такие дороги бывают я знаю я ездил много раз по таким дорогам но джипы спокойно ездят на легковой машине да будет тяжело вот вы меня спрашиваете зачем ты купил себе такие колеса зачем ты поставил да потому что вот нужно проехать захотел я здесь проехать не хочу объезжать хочу побыстрее проехать до вот этих дождей до снегов потому что сейчас дождь пойдет а если этот дождь в снег перейдет или еще что то а если дорогу закроют поэтому лучше ехать на больших колесах и ни о чем не думать таком чем на маленьких ну да она конечно оставляет желать лучшего но проедем прорвемся простой пример вам того что как некачественно некачественно сделали дорогу смонтировали положили асфальт поклали на на глину или я вообще не знаю на что и естественно фуры или самосвалы здесь какие-то которые ездят это все повыдавливали там они еще ремонт дороги делают короче тут вообще все до кучи сегодня выходной день и уже вечера они до сих пор там что-то ковыряются да видимо участки которые прям совсем которые жескач они наверное их ремонтируют где там просто наверное уже жесть ну и в общем когда вот вы допустим кладете асфальт на глину или еще на какое-то дерьмо естественно оно потом вот так вот и превращается вот в это во все кто-то по-моему быстро ехал и ушатал колесо себе а здесь прям такие ямы то яма то канава ну ничего страшного потихонечку полигонечку проехать можно у меня опыт уже есть по таким дорогам ездить ну естественно на легковой машине вам нужно здесь именно прям путь выйти пирать маршрут и конечно же она может и задеть дном там еще что-то поэтому как бы наверное сюда никто и не лезет на легковушках а джипы пролетают ничего страшного капец посмотрите какие у нас дороги в казахстане это просто шискач здесь обочина и по обочине ехать наверное лучше чем по дороге или вон там где-то по полю не я как бы мог объехать это все в принципе сам сюда залез но я думаю будет не все так прям тучно и скорее всего будут участки и получше поэтому ничего страшного бывает да ладно я друзья еду почти на 31 на 32 колесах а вот за мной сзади едет лада лада седан баклажан без фар без фар и он в принципе едет практически тоже на такой же скорости как я я не знаю как как он умудряется здесь проехать это все объехать но на легковой машине я бы сюда точно не полез я так думаю как бы на джипе ну в принципе проходит я вот процентов наверное десять проехал маршрута вот у меня эмбе здесь будет город следующий там заправка госпром и ну терпимо можно ехать я думаю часов за шесть я это все проеду ну а на то на то бы и вышло бы что я поехал бы в октябе может быть даже еще и больше было бы я думаю здесь по времени скорее всего быстрее получится потому что если я в октябе поехал бы я бы там спать лег бы и я бы только завтра бы проезжал бы вот этот промежуток ну получается там трасса проходит вот по которой мы с вами ехали основная вот это одна из самых хороших трасс в сторону России и я бы там завтра только ехал а сейчас получается я как бы сейчас еду и сегодня ночью я уже окажусь там на этой трассе а так я бы там завтра ночью то есть сутки целые разница меня здесь даже на ладах умудряются обогнать видимо совсем они торопятся жить потому что если ну как бы кто-то пробьет здесь поддон то он как бы здесь останется у меня в принципе там защита везде стоит я к этому был готов а то что это получается проехал 30 тысяч километров почти что и бездорожья не видел можно сказать ну вот пожалуйста все нужно попробовать друзья да тем более здесь немного совсем чуть-чуть ну машина достойно идет вообще прям вообще достойно и по трассе идет отлично и здесь идет это вот рядом с железной дорогой видимо это старая трасса она по-моему называется А27 или А26 что-то типа этого по-моему вот я 19 на 20 километров уже проехал ну если 20 километров из 200 то в принципе нормально минуте до 20 я еду всего лишь примерно с такой же скоростью двигаюсь как и поезд и она местами то есть видимо где размокла глина вода попала и дождями размочилась глина там они продавили а где вот она сухая асфальту то в принципе как бы ничего не будет если вы положите асфальт на битон или еще на что-то и если будет качественный асфальт если на него сильно не будут фуры давить в принципе он долговечен потому что там битон есть и так далее а вот если основание плохое фундамент плохой то вы хоть что хоть из чего делаете дорогу в любом случае она разрушится поэтому самое главное основание поэтому я вчера удивлялся как они могут на глину укладывать трассу село журын проезжаю и вот друзья нужно отметить что вот я не знаю здесь вот как бы одна трасса возможно там поезд конечно останавливается вон там железная дорога но как бы вот на машине как вот люди там живут там много людей живет и вот как им допустим если к примеру им куда-то надо ехать как им ехать здесь это ладно я один раз в жизни здесь проеду просто ради любопытства вам покажу какие дороги у нас в Казахстане бывают ну наверное такие дороги в принципе и в России можно встретить и наверное в Грузии тоже вот дорога была та по которой я хотел ехать покороче может быть она тоже так же выглядит но людям то как жить которые здесь живут естественно они все будут бежать в Алмату в Астану там еще куда-то в общем я проехал нормально так и периодически да приходится притормаживать но меньше тридцати меньше двадцати я как бы не ехал и в основном в общем в целом наверное пятьдесят шестьдесят я это с учетом того что я очень аккуратно вожу машину и то что меня много кто еще обгоняет еще даже на легковых поэтому ехать здесь или нет вы примите решение сами пожалуйста с учетом того какая у вас машина и с учетом как вы вообще какие у вас цели приоритеты если вы хотите быстрее ехать или вы если хотите топливо сэкономить или что вы вообще хотите потому что по хорошему конечно мне бы заехать в ОКТБ сегодня надо было бы отдохнуть там и поехать дальше завтра спокойно по спокойной дороге по правилам по книжке по методичке надо было бы конечно так сделать но так как я уже решил побеспредельничать под занавес своего приключения то я как бы здесь правила конечно нарушил и ну по правильному по хорошему ну конечно же так не делать бы лучше ну в принципе если очень сильно хочется то можно ну вот он поезд он в принципе с такой же скоростью движется как и я вообще обычно конечно же я бы его обогнал бы я бы ехал бы наверное в два раза быстрее но так как здесь не разогнаться и вот кто-то меня обгоняет а кто-то едет спокойненько сзади за мной не рыпается видимо люди здесь тоже нарывались пару раз и поэтому они уже осторожничают сейчас останавливался мне нужно было достать вот такую штучку из багажника октан плюс это ликвимоли делает присадку специально когда вы оказываетесь вот в таких местах в диких джунглях в диких степных местах то здесь как правило нет нормального бензина и вот сейчас я там на повороте залил 92 потому что у них 95 не было на Сенойле и залил совсем чуть-чуть там буквально 10-15 литров чтобы вот доехать до следующей заправки и возможно там будет 95 если не будет 95 я сейчас залью вот эти присадки да даже если и будет 95 я все равно залью эту присадку чтобы она нормализовала то есть если здесь какой-то бензин потяженный если некачественный чтобы топливная система не пострадала эта присадка она немного стоит и хуже топливной системе не будет она там смазывает прочищает топливную систему в общем нормально в чувство приводит ее и я вот возил два баллончика они мне нигде не пригодились везде хорошие заправки были и собственно вот как раз я возвращаюсь уже домой тут буквально две тысячи километров осталось и как раз таки я вспомнил что они у меня есть сейчас их достал и на улице очень сильный ветер дует кстати девятка сейчас пронеслась вообще меня как будто я стою просто как будто стоячего обогнала и видимо он здесь уже может с закрытыми глазами ездить местный ну ехать можно ехать можно и ничего страшного нет был грейдер и вот он закончился и сейчас здесь просто месиво они просто как бы ну закатали асфальт в грязь в этот в топтали и здесь вообще по моему как будто после вообще какой-то бомбежки и одна вот полосочка только осталась но все равно грейдер и примерно 50 километров я проехал уже ну как бы терпимо если вы не торопитесь если 30-40 вот в такие моменты ехать то нормально ну если вы хотите быстрее то вам придется объезжать ну вы будете ехать быстрее но скорее всего приедете медленней поэтому говорят же тише едешь дальше будешь не просто так не вчера это придумали думаю нас спасает то что сейчас ну не лето как бы и недавно здесь прошел дождик и собственно нет нет пыли то есть грязь есть а то есть она ну такая не пыльная и поэтому можно ехать спокойно ну и самому как бы не задыхаться и машина не будет в этом плане напрягаться а летом я думаю здесь еще плюс ко всему и пыль будет и жара и пыль то есть нужно будет окна открывать или я не знаю что делать и и это все в машину полетит как там вот этот город как они там вообще живут для меня загадка 100 километров получается в некоторые места даже больше 200 километров вообще грубо говоря в радиусе 200 километров вообще ничего нет друзья посмотрите блин лисица короче говоря лисица вон побежала хочу ей дать булочку она убежала такая красивая еще у нас в казахстане такие красивые лисицы степные в общем я подъезжаю наконец к вот этому городу даже не знал что у нас в казахстане есть город или село медленно конечно продвигаюсь но в принципе я был к этому готов 6 часов вечера всего то всего то всего лишь и ну периодически да приходится скидывать скорость но ехать можно ехать всегда можно по почине можно ехать если основная вот эта часть дороги прям убита можно медленно можно проезжать нормально в общем до поворота 200 километров разогнался и мне сказали какая-то часть от заасфальтирована уже отреставрирована сейчас приеду в МБ надеюсь там будет топливо залью присадку и как раз у них все уточню я доехал только что до нормальной дороги 240 километров из них большая большая часть это ну я ехал примерно со скоростью 70 километров в час и были участки где до 20 скидывал но средняя скорость наверное около 50 у вас будет и примерно вот вот этот промежуток где-то 4-5 часов будете проезжать но вы существенно во-первых сэкономите по расстоянию во-вторых вечером на мое удивление здесь абсолютно нет машин то есть 8-9 часов полностью абсолютно пустая трасса видимо никто не хочет ссуваться из-за того что ну как бы бездорожье и вечером допустим по трассе обычно я бы не поехал я бы при первой возможности бы сразу остановился пошел бы спать потому что меня слепят машины я слеплю машины и ну получается так что устаешь быстрее и рисков больше а когда вот я идешь по такой дороге то в принципе терпимо и если вы вечером здесь окажетесь ну как я я думаю это вообще оптимальный вариант потому что вообще без усталости можно проехать спокойно своими делами заниматься слушать там какие-то подкасты еще что-то ну и в принципе незаметно время проходит и вот это вот эти вот 240 км бездорожья они тоже относительно быстро проходят то есть там из этих 240 км жесткое бездорожье ну может быть 70 км 50 это вот так а остальное в принципе можно ехать поэтому ну решайте сами ехать вам или нет но на легковой машине конечно же наверное не стоит и если вы в машине не уверены тоже не стоит поэтому ну я как бы не жалею что я проехал но второй раз не знаю полез бы я или не полез бы сюда я бы подумал бы вот вот 246 км и в принципе как бы здесь асфальт уже нормальный лежит и ну будет хорошая дорога только когда будет неизвестно вот это место называется Шалкар вот 13 км до него ну примерно 15 км от Шалкара они сделали и наверное сейчас вот эта дорога которая от него отходит тоже километров 100 наверное может чуть меньше в сторону трассы ну собственно куда мне нужно она скорее всего тоже заасфальтирована посмотрим значит друзья проехал я вот этот кусочек там наверное километров 50-60 может быть асфальтированный хороший и вот от Шалкара идет в сторону вот этой трассы М-32 дорога ну она такая слабая то есть здесь как бы и быстро не поехать ну и не могу сказать что она прям так убита как та в хлам в щепки короче говоря наверное она похожа с той дорогой которая идет там от Актюбе до вот этой трассы то есть там тоже есть такой такой кусочек который соединяет просто единственная разница что там вся нагрузка туда идет все люди которые едут с России или едут с Астрахани или едут с Драу вообще откуда угодно они все там лезут вот в этот кусочек то есть здесь никого нет и соответственно там нагрузка намного больше там вы тоже не можете быстро поехать потому что там колья фуры и ну когда много машин вообще само по себе как бы тяжело ехать то есть толкучка такая получается а здесь как бы ну да дорога плохая вот периодически такая стиральная доска там ямы бывает еще что-то ну 60-70 нормально ехать и в общем в итоге то на то и выходит я не знаю здесь просто как бы предпочтение что вы любите либо вы любите по трассе где кафе рестораны всякие разные отели либо и вы любите вот так вот в темноте в тишине ездить и по сути у вас как бы есть выбор а по времени наверное оно то на то и выйдет ну единственное что там ночью тяжело ехать потому что сейчас мы с вами на трассу как только выйдем там сразу будут встречные машины попутные машины будут обгонять и так далее и тому подобное сегодня вернее вчера ну или даже сегодня ночью я прям так хорошо проехал я уже возле кислорды и собственно проезжать буду вот сейчас кислорду и там буквально наверное где-то 500 километров остается до Туркестана и в Туркестане я наверное может на один или на два дня задержусь отосплюсь пойду схожу в сауну в бассейн и короче говоря мне надо перышки почистить потому что ну я тут получается за сутки проехал примерно 1300 километров это очень много и я примерно где-то в 12 часов оказался вот на этой трассе и короче говоря были стоянки вот где дальнобойщики спят но там в отеле все были заняты я короче говоря плюнул разложил свои вещи и вспомнил что у меня есть спальное место включил печку на автомат климат-контроль на 25 градусов и короче говоря выспался просто лежа на стоянке часов 6 поспал наверное выставил климат-контроль на 25 градусов по Цельсию и она интересна так то есть она периодически то есть берет электричество от батарейки но для того чтобы сделать ей тепло ей нужно запускать двигатель и в общем я зажигание оставил включенное думаю ладно что будет короче говоря спать хочу и мне надо чтобы тепло было и в общем я так понимал что пока я спал она сама запускалась грела двигатель грела там охлаждающую жидкость антифриз и за счет этого грела машину и постоянно то есть вот эти все 6 часов сколько я спала она поддерживала здесь у меня в кабине 25 градусов температуру это на самом деле очень круто потому что то есть она не тарабанила не тараторила постоянно как допустим вот рядом со мной стояли машины они тоже грелись но у них машина постоянно работала и может быть им там жарко хотя я тоже от жары проснулся то есть она эта машина использовала свой двигатель только когда ей нужно было ну грубо говоря может она там раз в пять минут запускалась глохла запускалась глохла поработает чуть-чуть заглохнет поработает заглохнет то есть если будет работать кондиционер она наверное будет еще реже запускаться и глохнуть и собственно всего лишь на 1 литр у меня увеличился расход топлива ну то есть я вот ехал у меня был определенный расход топлива ну грубо говоря 7 возьмем я ехал по трассе и у меня был расход топлива 7 и вот я сейчас смотрю у меня расход топлива всего лишь на 1 литр то есть 8 то есть на бак как бы то что я там поспал 7-8 часов я потрачу на 1 литр больше, ну, грубо говоря, на, наверное, как, я не знаю, на сколько, ну, в общем, очень мало, короче говоря, она потратила, ну, там даже 10 литров, если она потратила, это 5 долларов всего лишь по текущим ценам на топливо, и я как бы проснулся от того, что мне было тепло, потому что дул очень сильный ветер, и я уснул, и когда проснулся, уже был ливень, и я такой думаю, так, посплю-ка я еще, и, в общем, просыпаюсь уже 10 часов, ну, в общем, выспался, и тепло, и у меня одеяло, и подушка, и спальное место, вообще круто, круто, конечно, что у меня есть такая машина, и как бы я могу в тепле спать, и, ну, немного за это, по сути, платить, вот, и то, я думаю, даже, даже это не 2 тысячи деньги будет стоить, потому что сейчас она как бы посчитает, пересчитает, и, возможно, расход топлива уменьшится, то есть это вот на топ, на те полбака, там, наверное, где-то тысячи деньги, это буквально 2-3 доллара, вот то, что я поспал всю ночь, там несколько часов, не несколько часов, а я выспался, как бы, 7-8 часов, и могу сейчас ехать спокойно, то есть я, грубо говоря, за 2 дня проеду почти 2 тысячи километров. Интересный момент, что, как бы, естественно, она зарядила батарейку до конца, и, то есть за это время, если бы у меня была бы емкость батарейки больше, вот почему я говорю, что мне всегда не хватает емкости батарейки, если была бы емкость батарейки больше, я бы ее просто за ночь за эту зарядил бы, то есть я бы спал в машине, я бы грелся в машине, и плюс ко всему у меня бы еще была бы заряжена батарейка, я бы мог бы ехать, то есть Я бы не только тепло взял От двигателя Я бы еще энергию взял А так как у меня батарейка просто наполнилась Поэтому я ее не могу взять Уже все полные карманы Вот Поэтому Нужно покупать гибрид Но нужно покупать гибрид Ну если вы хотите Путешествовать так как я Чтобы была побольше емкость Потому что если допустим жара Вы можете летом останавливаться Тоже спать Также окна закрывать Включать кондиционер И по сути Летом Вы тоже так же можете Охлаждать И ну как бы будет двигатель работать Там хватит на того чтобы кондиционер работал И хватит на то чтобы еще заряжать Батарейку Мой номер В Туркестане Очень приличный Прям очень приличный Так Здесь что-то было приклеено И в общем Прям большой такой Чистый Там парковка есть И гигантский просто номер Здесь тоже все дела Все что может понадобиться И стоит он всего лишь 40 долларов с завтрака Отель новый И здесь вот такая вот система Центральный климатизатор Он называется Олимпик отель Я так понимаю что здесь Спортсмены живут И поэтому он такой классный Такой вот олимпийский бассейн Прям очень большой Но они уже спустили воду И вот там вот спортзал Ну и где-то здесь должна быть сауна Вот здесь написано Что олимпик отель Является неотъемлемой частью Спортивного комплекса Олимпик центр Вот так друзья Выглядит этот комплекс Олимпийский спортивный Этот отель И комплекс вот этот спортивный Он находится на трассе И собственно Если вы едете В сторону Алматы Вам буквально вот здесь 50 метров только съехать с трассы И он как бы одновременно В глубине еще находится За эти деньги В этом регионе Он по-моему еще на двоих 40 долларов стоит Очень хорошие завтраки Сам по себе Отель новый Чистый Не ушатанный Не затертый Не покоцанный И приятно конечно В таких местах отдыхать Я остановился на 2 ночи И прям вообще Супер перезагрузился Отдохнул Воздух здесь свежий Вот здесь в парке Очень широкий город Туркестан Я еще тогда это подметил То есть Они еще тогда Я еще тогда это подметил Что они здесь Делают широкие улицы Расстояние между зданиями Очень большие Ну то есть с запасом Чтобы не было таких Сложностей Как у нас сейчас в Алмате Точечная застройка Напиханы друг на друга здания Узкие дороги И конечно же из-за этого пробки То есть Вот эти все новые города В Казахстане Они строятся С учетом того Что здесь Уже и машины будут ездить И много людей То есть под мегаполисы Заточено И нужно отметить В принципе Это во всех городах Вот в Турции Анкару тоже так же построили Широкие дороги Широкие Сами по себе улицы И такое пространство Промежутки Между Ну между всем Такие большие промежутки Расстояния Большие Мы как раз таки Заезжали по вот этой трассе Сюда Вот здесь Рамада отель Здесь есть Еще Хилтон отель Ну все Все Отели Более-менее приличные Здесь присутствуют Ну и поэтому Видимо Такие цены Здесь на отеле Они здесь Намного ниже Чем в Алмате Заехал Опять на платную Магистраль Здесь Конечно Такое покрытие Ну Мягко говоря Я не знаю Там по-моему Бетонное было Основание И они сверху Просто Уложили асфальт Или еще что-то Типа Но ехать можно В принципе 110 даже Можно ехать Комфортно И Что самое интересное Там был щит И на нем Было написано 500 километров Проезд по этой дороге Стоит 500 тенге Это 1 евро 500 километров В Европе В некоторых местах Мы за 5 километров 1 евро платили То есть Стоимость Проезда По нашим дорогам В некоторых местах В 100 раз меньше Вот Поэтому Конечно Друзья Путешествие по Европе Это классно Но Когда возвращаешься В Казахстан И понимаешь Сколько здесь Арбузы стоят Допустим Сколько там Еще что-то другое Стоит Проезд Сколько топлива Стоит Начинаешь ценить Казахстан И вообще И дом И вообще Все такое Здесь конечно Свои нюансы Свой менталитет Но Вместе с тем Мы разговаривали В Турции С англичанами Ну они приехали Тоже с нами в отеле И мы с ними Разговорились И Я уточнил у них Как часто Они могут приезжать Ну как они Часто могут себе Позволить Отпуск Вот такой Приезжать Ну они говорят Ну один Ну два раза Максимум в год Мы типа Можем себе позволить Я говорю В смысле А что Почему так дорого Стоит Они говорят Нет 300 фунтов Стоит прилететь Сюда 300 паундов А я говорю А в смысле А 300 паундов Это что так много Что ли У вас поездка на такси Стоит 30 долларов 30 паундов Они говорят Ну да Говорит Из-за того Что много все стоит Все деньги Которые мы зарабатываем Мы говорит Тратим на такси Еще на какие-то расходы И поэтому Мы можем откладывать Грубо говоря Там по 30 паундов В месяц Только Чтобы Один раз в год Слетать В отпуск В Турцию Поэтому Да Они там как бы Живут хорошо Все У них там Высокий достаток Но они это все тратят Поэтому друзья В Казахстане У нас конечно Голубой океан Ехать мне нужно 800 километров Пишет 11 часов Но я думаю Я где-то буду 10-9 часов ехать Потому что Как бы 110 километров в час Это Ну 800 километров Можно быстрее проехать Тем более По такой магистрали И Собственно Солнышко светит Температура 60 градусов Это около 20 по Цельсию Достаточно тепло Ну потому что Это уже как бы Южный регион А вот Мне приходили сообщения Я читал в новостях На севере уже закрыты Дороги из-за снега Поэтому Как бы Я успел Проискочить запад С его ветрами С его дождями С его ненастной погодой И Собственно Сейчас я уже могу ехать Комфортно По сути Даже можно В машине ночевать Но уже Я буду в Алма-Ате Сегодня вечером Поэтому Как бы Этот вопрос Отпадает Вот Дорога хорошая Ну это платная Магистраль В принципе Проезд стоит Очень мало Прям очень мало И конечно же Я с удовольствием Прям заплачу эти деньги Только чтобы ехать По хорошей дороге Потому что Там Возле Ак-Тубе Я ехал 400 километров Просто по такой Отвратительной дороге Там Ну Ну просто дерьмо Мягко говоря И Я не знаю Честно говоря Почему эту дорогу Не закрывают Там есть населенные пункты Видимо из-за этого И Ну люди должны Вот как бы Ездить постоянно По этому бездорожью И Конечно же Ну Неприятно Понимать То что В стране В которой я живу Не в бедной стране Казахстан Достаточно богатая страна Есть все-таки Вот такое бездорожье Как будто бы это где-то в Африке В какой-то нищей Или еще где-то Где люди едут По клинии И там могут застрять на месяц И так далее То есть Ну по сути это как бы То же самое Потому что я ехал Видел там пару раз Как ночью ремонтировали Ребяту машину А ремонтировали Почему? Потому что там бездорожье Ямы И Естественно Ходовка У слабых машин Не будет это выдерживать Поэтому не лезьте Ни в коем случае Если вы не уверены В своей машине Мое Путешествие Этот сезон Подходит К Уже к завершению Накатался я Наотдыхался Получил море эмоций И Собственно Кайфанул Конечно Как следует И Я всем рекомендую Конечно же Ехать Именно на машине Тем более Если вы Едете Ну Путешествие Не в короткое А именно Вот такое Месяц Два месяца Или больше Я прям Я прям Всем рекомендую Ехать на машине Делайте Возможность Чтобы вы могли Спать в машине Это Прямо Особенно Если ехать в Европу Это прям Очень сильно Выручает С европейскими Ценами На отеле Да и вообще Иногда Просто Вы можете Ехать И Отдыхать Когда вы хотите То есть Вам не нужно Искать Допустим Там какие-то Отели Срочно Экстренно Или еще что-то Вы можете В любой момент Остановиться Где хотите И Ну Собственно Заночевать Точно так же Это Машины Меня много раз На пикниках Выручала Я мог Там Спать Где-то В парках На берегу Ну Вообще Очень круто Конечно Иметь Да Вот Даже Я Возле Проехал Аральск Возле Аральска Просто Устал Уже Ночь Все И Ну Нету Рядом Гостиниц Либо Они все Как бы Заняты Либо Закрыты Либо Еще Что-то Ну Я Разложил Включил Печку Поставил На автомат И Выспался Все Поехал Дальше Конечно Хорошо Когда Есть Отели Но Если Вы Проезжаете Условно Там Тысяча Километров И Ну Как бы Нет Ничего Потому Что Казахстан Это Очень Большая Страна На самом Деле И Между Некоторыми Городами Там 500 700 Вот 800 Километров Я буду Ехать Сейчас От Шемкента До Алматы По сути Здесь Ничего Вообще Не Будет Там Тарас Там Еще Что Ну Конечно Нет Смысла Останавливаться Лучше Уже Ехать И Вечером Уже Приехать Как И Все И Уже Как Точку Поставить Потому Что Здесь Ну Осталось 800 Километров Я За Два Дня Проехал 2000 Километров От От Ирау До До Этого Туркестана Ну Там Чуть Меньше Но Там Было Бездорожье А Это Бездорожье По Которому Я Ехал Оно Там Один Километр За Два Считается Поэтому 2000 Я Проехал Но Я Никому Не Рекомендую Так Делать Потому Что Ну Нет В Этому Абсолютно Никакого Смысла Нагрузка Идет На Организм На Машину И Это Небезопасно Еще Плюс Ко Всему Опять У Нас Здесь Лошади Бараны Прям По Магистрали Ходят Как У Себя Дома Причем Нет Никаких Ограждений Вообще Как Б Эта Трасса Скоростная Магистраль Здесь Должны Быть Такие Заборчики Но Конечно Это Все Стоит Денег Наверное На Этом Сэкономить Решили Даже Знаков Не Бало Что Могут Быть Здесь Животные Домашние Проезжаю Один Из Немногих Перевалов Возле Чемкента Есть Перевал Я не Помню Как Он Называется Ну И В общем Зимой Здесь Раньше Была Плохая Дорога И Прям Зимой Здесь Тяжело Было Раньше Ездить Сейчас По-моему Стало Попроще Чуть Чуть Они Собственно Сделали Здесь Трассу Ну И По-моему Они Ее Чистят И Полегче Стало Ездить Такой Перевал Не Сильно Затяжно Не Такие Затяжные Перевалы Конечно У нас Как В Турции Бывают Периодически Или Там Где-то В Европе Поэтому В принципе Легко Здесь Можно И Просто Проехать И Езжаю К Алмате Время Около Пяти Часов Вечера И Мне Примерно Двести Километров Осталось Ехать Тут Уже Совсем Рядом Каскелен И Ну В принципе Алмата Уже Совсем Близко Я Сейчас Проезжаю Как раз Вот Рядом Здесь Граница С Киргизией Прям Совсем Рядом С этой Трассой И Рядом Совсем Город Бишкек Киргизский Все Здесь Собственно Рядом И Что Настало Время Подводить Итоги В общей Сложности Я путешествовал Ровно Пять Месяцев Ну Там Плюс Минус Несколько Дней И За Все Это Время Я Проехал 30 Я вам напоминаю Мы Доехали До Испании До Мадрида До центральной части Испании Проехали По центру Испании И Развернулись Потом Через Францию Ну Чуть По другой Дороге Вернулись Опять В Стамбул И Через Турцию Также Через Грузию Я вернулся Я считаю Что это Самый Оптимальный Маршрут Потому Что Европейские Страны Там С Белоруссией Из России Постоянно Закрывают Границы Открывают Границы Какие-то Санкции Еще что-то Ну и собственно Если вы едете То лучше ехать Через какие-то Нейтральные Страны Собственно Все Путешествие Заканчивается Там же Где и Началось Именно По этой дороге Мы ехали Мы выехали Поздно ночью И После обеда Приехали В Туркестан Тоже Но я думаю Я приеду Где-то К восьми Часам Вечера Может быть К семи Даже Я уже Но я думаю Я приеду Где-то К восьми Часам Сколько я потратил Денег И Сколько Вообще Мне стоило Это путешествие Я вам скажу Так Сколько Стоило Топлива Я В принципе Не считал То есть Я Как бы Не считаю Эту статью Я потому Что не считаю Что это Статья Каких-то Расходов Я считаю Что это Расходный Материал И Ну я Как бы Это не считаю Это то же самое Что считать Сколько там Вы потратили Воды Чтобы умыться Утром Или Сколько Зубной Пасты Потратили Если вы Не заправите Топливо В машину Машина Не поедет И поэтому Ну нет Никакого Смысла Вообще На этом Обращать Внимание Вы можете Посчитать Сколько Ваша Машина Расходует На 100 Километров И Посчитать Сколько Вы хотите Проехать Километров И примерно Вы получите Сумму Которую Сколько Вам Денег Нужно Но Грубо говоря Вот Из Анталии У меня Где-то 250-300 Долларов Вышло На топливо Я считаю Что это Абсолютно Вообще Нормально Потому что Столько Стоит Авиаперелет А здесь Целая машина Ехала И Как бы Я останавливался Где хотел И ехал Как хотел И собственно Кайфовал Вот Что касается Гостиниц Гостиницы Это тоже Будет от вас Зависит Может быть Вы будете Останавливаться В местах Где Вообще Не нужно Ничего Платить Типа Как Кемпинги Или там Где-то На берегу Как я ночевал В машине Будете спать Может быть Вы захотите В 5-звездочных Резортах Останавливаться Где 500 долларов В ночь Стоит Здесь тоже Все будет От вас Зависеть Я тоже Не считал Эту статью Расходов Я Даже Честно говоря Не знаю Сколько я потратил Что касается Еды Вы должны Учитывать Что дома Когда вы Находитесь В Алмате Или там Еще где-то Вы тоже Должны Деньги Тратить На еду Каждый день В магазин Ходить Там Потом Тратить Время Чтобы еду Приготовить Там Потом Тратить На газ На электричество И Потом Помыть Эту посуду Убраться Это все Стоит Денег И Соответственно Это Как бы Занимает Ваше Время Вы можете Сами Готовить Если вы Путешествуете На машине Вы можете Возить С собой Газ И готовить В принципе Сами Так же Еду Покупать Еда Плюс Минус Во всех Странах Везде Одинаково Стоит Какие-то Продукты Больше Стоят В одной Стране Какие-то Продукты Стоят Больше В другой Стране Ну Приблизительно Это то же Самое Поэтому Я тоже Не считал Потому что В Алмаке Тоже Должен Деньги Тратить На продукты Поэтому Вот так Что касается Одежды Вещей Я Ничего Не Покупал Себе Такого И Единство Что я Тратил Чуть Больше Денег Иногда На Интернет На Роуминг Может быть Или еще Что-то Ну Как правило Я старался Пользоваться Либо Исим Я вам Кстати Оставлю Где-то Ссылку Наверное На То Приложение Которое Я пользовался Либо Приложением Где можно Было Бесплатно Подключаться То есть Приложение Знает Где есть Wi-Fi И Оно Знает Пароли От этих Wi-Fi И с помощью Этого Приложения Вы можете По всему Миру Подключаться Бесплатно К Wi-Fi К интернету Ну И соответственно Можете Через Никше Покупать Исим И Пользоваться В любой стране Вот Ну и в принципе Все Масло Я менял Три раза Один раз В России Бесплатно Мне ребята Поменяли И два раза Я сам Поменял Масло Я покупал Масло Там по-моему По 50 долларов Или еще Что-то Типа этого За канистру И Сам Аккуратненько Поменял И В принципе Все на этом Вот Постараюсь Приехать На базу К себе И Показать вам Что Я очень много С собой Чего вез И Что именно Я использовал Что именно Я не использовал Я думаю Вам будет Это тоже интересно Потому что Многие вещи Я бы не стал Брать с собой В следующее путешествие Как например Жолодильник Который Очень много Место Занимает Или там Еще что-то 170 километров Далматы И Вот здесь Начинается Какой-то Просто Невероятный Туман Прям Вот мы едем Сейчас На высоте Этого тумана Или Облака Это что Это я не знаю Я так понимаю Мы сейчас В него Вовнутрь Заедем И там Я даже не знаю Что с видимостью Будет Мне приходилось Сегодня ночью Сообщение Что В горных местах Туркестана Ожидается Туманы И Еще что-то И по-моему В Алмате Сейчас осадки Если я не ошибаюсь И скорее всего Я сейчас приеду Там или дождь будет Или еще что-то Типа этого То есть ехал Вот от Туркестана Прям такая хорошая погода Была 20 градусов Примерно И я посмотрел Алматинская погода Там 5 Но 5 ночью И где-то 15 днем Ну и скорее всего Вот такая уже Осенняя Погода Будет Пасмурная Прям вообще Даже Даже солнце Лучи солнца Даже Не проходят Красиво Конечно Но Видимость Счастье Видимость Есть Вот Ночью Допустим Если в такой Туман попасть То Фары Они будут Светить Как бы в туман И Может Может быть Плохая Видимость Сейчас где-то Ну метров 200-300 Максимум Видимость И такое ощущение Что она прям Уменьшается Да Здесь такой перевал И вот Мы сейчас Спускаемся вниз Тут несколько Перевалов На этой трассе До Туркестана Туркестана По-моему Три или четыре Перевала Мы когда ехали Со стороны Алматы Здесь был Вот Где-то 130 Километров От Алматы Участок Недоделанной Дороги Платной И Что я вам Хочу показать Что здесь Любопытно То что Видите Засыпано Все Балластом БГС То есть Перед тем Как они Устанавливают Сейчас Делать Здесь Дорогу Платную Бетонную Они готовят Сначала Основание Засыпают Все Балластом То есть Это Балласты Это камни В перемешку Там с песком Может быть Чуть Совсем Чуть Чуть Клины И В общем Поменьше Побольше Камни Это считается Грунт Такой Он Несжимаемый То есть На нем Как бы Как основание Это очень Хорошее В принципе На нем Можно строить И вот Они Идеально Ровно Выравнивают Сначала А потом Только Будут делать Сверху Уже Дорогу То есть Они Не делают Это Вот там Как Ватерау Просто Взяли На Глину И Собственно Положили Асфальт Понятно Что там У них В основном Глина Какой-то Солончак Еще что-то Здесь у нас Рядом Горы Скалы И Очень много Такого Грунта А Там у них Конечно же Этого нет Поэтому Ну Видимо Строители Здесь могут Позволить Себе Строить И Как положено А там Им приходится Экономить